На старт! Внимание! Рука об руку вместе с мамой на встречу с победой. Восьмилетняя Катя Колесниченко на соревнование «Лёд. Надежда нашей» пришла вместе с мамой. Рассказывают, обе любят роллерный спорт. А вот участие в соревновании по бегу на коньках принимают впервые. Мы с дочкой любим всякие виды спорта, активности. Мы еще катаемся на роликах. Один из судей, наш бывший тренер по роликам, он нас пригласил. Ну и мы приехали поучаствовать. Мне нравится кататься больше на роликах, потому что соревнования на роликах, мне кажется, проще. Я не выигрывала, я получала грамоту за участие. Саша и Паша Стройковы уже выиграли на таком же состязании в Новокуйбышевске неделю назад. Заняли первое и второе место среди юношей в возрасте 9-11 лет. В Самару они приехали, чтобы снова повторить успех. Мальчикам 10 лет. В 4 года они начали профессионально заниматься хоккеем. Мы занимаемся хоккеем, а хоккеем привел папа. Я нападающий. Я левонападающий. Мы как бы сам занимался спортом, детей привел в спорт очень рано. Ледовый дворец 300 метров от дома. Было бы глупо не привезти детей в Ледовый дворец. В Самаре на площади Куйбышева прошло всероссийское физкультурное массовое соревнование «Лед. Надежды. Наш». Это одно из старейших состязаний по конькобежному спорту, но в последние годы оно не проводилось. В этом году конькобежный спорт снова вернулся в региональную столицу. Участники бежали дистанцию в 30 метров. На лед выходили спортсмены всех возрастов, начиная с 4-х лет. В нашем городе впервые за многие годы проводятся соревнования по конькобежному спорту. Самара славится, славилась своими конькобежными традициями. У нас были участники Олимпийских игр и прославленные конькобежцы, чемпионы мира. В Самаре долгое время не было не только состязаний, но и Федерации конькобежного спорта, которая закрылась в 2016 году. В июне 2023 года она снова начала свою работу. Я руковожу еще Федерацией роллерспорта, и у меня очень успешно сборная выступает по роллерспорту. Нам негде зимой тренироваться, поэтому мы решили встать на коньки, а раз уж встаем, то давайте делать это официально, на официальных соревнованиях. Я думаю, что наша Федерация конькобежного спорта Самарской области наберет крутые обороты и будет идти вперед. С момента возобновления работы Федерации конькобежного спорта был сформирован судейский состав, а совсем скоро спортсменам присвоят разряды, и появятся сборные. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.